Юные волейболистки, а им всего 11-12 лет, приехали из Уфы, Межгорье и Юлишевского района. И главным своим соперником, не скрывая, называют Нефтекамский Олимп. Потому что они всегда занимают первое место. Всех выигрывают. Они дружная команда. Я уже в Уфе видела, как они играли. И они заняты первое место. Главные соперники у нас Олимп-команда должна быть в городе Нефтекамска. Потому что сколько мы встречались, сколько мы не ездили, мы знаем, что они сильнее всех. Раз приехали, мы должны играть. Бороться надо обязательно. Нет команды, которая хоть один раз не проиграла. Поэтому настрой у соперников серьезный. Для многих юных волейболисток это первые соревнования республиканского уровня. И слабых соперников здесь нет. Поэтому каждому приглядываются внимательно. Я смотрела их расстановку. Смотрела, как они играют. Смотрела, куда подавать, куда скидывать. У нас очень хороший тренер, который всегда поможет, подскажет, что нужно сделать. В этом возрасте явного лидера определить сложно. Многое зависит от того, как девочки, для которых это первое соревнование, справятся с волнением, проявят стойкость и, конечно, трудолюбие. В младшем возрасте всегда в этом возрасте тактики. Какой-то таковой команд нет. Потому что у них первое соревнование, я повторяюсь, что в этом возрасте основные навыки волейболя – это подача и перекиды мяч на ту сторону. Здесь команда Уфы хорошая команда, вот Межгорье хорошая команда приехала. Время покажет. Победителей будут выявлять с 13 по 15 ноября. И шести команд должны остаться три сильнейшие. Именно они будут представлять нашу республику в национальном первенстве России. Оно также пройдет в Нефтекамске с 14 по 24 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова